Добрый день, друзья! Я продолжаю разбирать письмо из «Консультант Плюс» о штрафах Роспотребнадзора, которые у меня есть на канале. Вот это письмо. А вот сюда перейти в текст. Оно было открыто только после 8 часов вечера. Вот я перехожу в текст документа. Вот, пожалуйста, это более полное письмо. О федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Письмо от 22 июля 2020. Кстати, хорошая цифра. Номер 09-111-69-2020-40. О штрафах Роспотребнадзора. Вопрос на сайте Роспотребнадзора в разделе «Рекомендации для бизнеса в условиях сохранения рисков распространения COVID-19». По адресу размещен ряд рекомендаций для организации разных профилей деятельности. Прошу пояснить статус данных рекомендаций и ответственность за их невыполнение. А также пояснить, надлежит ли руководствоваться в обязательном порядке только теми рекомендациями, которые размещены на сайте. Либо необходимо также соблюдать рекомендации, ранее направленные письмами Роспотребнадзора. Например, письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 7 апреля 2020, номер 02, дробь 6338-2020-15, кавычки. О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции в скобках COVID-19 среди работников, кавычки, закрываются. Дальше письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 21 апреля 2020, номер 02, дробь 7500-2020-24, о направлении рекомендаций по организации работы сферы услуг по профилактике COVID-19. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 9 апреля 2020, номер 02, дробь 6509-2020-32, о рекомендациях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в медицинских организациях и т.д. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассмотрела обращение, сообщает в соответствии со статьей 55 Конституции Российской Федерации Федеральный закон от 30 марта 1999 года, номер 52-ФЗ, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний предусматривает возможность установления уполномоченными лицами ограничений, в том числе в форме проведения санитарно-противоэпидемических профилактических мероприятий в статье 29, объем и своевременность которых формируются, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки на территории. То есть они руководствуются статьей Конституции 55 и статьей Конституции 29. Причем это письмо написано уже после принятия поправок новых. В целях оказания методологической помощи Роспотребнадзорам разработан ряд методических рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 для организации различных сфер деятельности. Рекомендации Роспотребнадзора не являются нормативным правовым актом, не содержат правовых норм и не направлены на установление изменений или отмену прав и обязанностей граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, так как носят рекомендательный характер. Какая-либо ответственность за неисполнение рекомендаций не предусмотрена. Письма Роспотребнадзора в адрес управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, министерств и ведомств об организации профилактических мероприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в различных организациях также носят рекомендательный характер. Вместе с тем Роспотребнадзором разработаны и зарегистрированы Минюсте России номер 58-565 от 26 мая 2020 санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 профилактика новой коронавирусной инфекции COVID-19 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 22 мая 2020 номер 15. За неисполнение санитарных правил юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями предусмотрена административная ответственность. Здесь ничего не сказано про граждан. За неисполнение санитарных правил юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями предусмотрена административная ответственность заместитель руководителя Роспотребнадзора Е.Б. Ежилова. Хорошее сочетание. Посмотрим, что за правила. Так, сейчас я не могу посмотреть этот текст документа. Значит, его можно посмотреть завтра после 8 вечера до 12 ночи. Я это учту. Ну, тогда я хотела бы посмотреть вот эту ссылку на сайте Роспотребнадзора в разделе рекомендаций для бизнеса в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 по адресу. И вот она, страница. Размещен ряд рекомендаций для организации разных профилей деятельности. Переходим. Па-па-па-пам, па-пам. И что у нас тут? Страница недоступна. Страница недоступна. Веб-страница по данному адресу, возможно, временно недоступна или перемещена по новому адресу. Как интересно. То есть они убрали эти рекомендации. Посмотреть их нельзя. Они их скрыли или переместили в какое-то другое место. Посмотрите, как хитрят. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Еще хочу прочитать один комментарий. Благодарю, Галина. Я в супермаркете объяснила продавцу, что я здорова и не нуждаюсь в масках. Но если из-за меня будут штрафовать магазин, а нам всем говорят, что из-за вас нас штрафуют, тем самым объявляя меня недееспособной и нездравомыслящей, то пусть тогда из-за долги моей понесут ответственность, кредиты, ипотеки и прочие расходы. А я сама умею постоять за себя. Ответить. Мне не нужны опекуны и советчики. Она замолчала и приняла считать мою оплату. Но еще мне не понравилось вид хлеба. Я сказала, что хлеб не свежий, что ли. Дата стояла сегодняшняя. Я затем согласилась взять хлеб и вышла из магазина. Наши воли и изъявления никто не отменял. Только надо все делать без злобы. Нас понимают. Ну и то, что Федеральная служба по надзору в сфере защитных прав вовсе не федеральная, а юридическая компания. То есть коммерсанты. Сейчас у меня под рукой нет этих документов, но они есть в интернете. Уже многие блогеры это показывали. То есть это коммерсанты, которые маскируются под государство. Благодарю за внимание. Надеюсь, эта информация была полезна вам. Подписывайтесь на канал, делитесь видео. С вами была Галина Конышева. Всех вам благ. До новых встреч. ПОДПИШИСЬ. Продолжение следует...